Всем привет! Сальса Геймер снова с вами! Во многих видео я говорю, что подросткам мне нравились книги, героями которых являются антропоморфные животные. Поэтому я так люблю книги Брайана Джейкса. И только по этой причине я приобрел в свое время игру Тайлс оф Айрон. Игра рассказывала о том, как на королевство крыс напали злобные жабы. Они убили короля и беспощадно убивали всех жителей. Молодой принц, а теперь уже король, вынужден взяться за мяч, доказать свое право на престол и выгнать захватчиков из страны. Для меня было большим сюрпризом, что к подобной истории был прикрутен отличный геймплей. Игрок выбирал сам, каким оружием сражаться и какие доспехи надеть. Вес оружия и доспех напрямую влиял на то, как персонаж движется. В тяжелой броне не попрыгаешь и не покувыркаешься. Выбор оружия влиял на урон, на скорость атаки, на какой дистанции наносится урон и насколько успешно его может блокировать противник. Противники тоже радовали. Их было много. Лягушки, ящеры, крысиные скелеты, зомби, пчелы, комары. Так еще они прекрасно взаимодействовали друг с другом. Например, лучник вставал из затанковавшего щитоносца и убил вашу тушку стрелами, как только вы раскроетесь. И как же я обрадовался анонсу прямого продолжения. Самое главное, игру разрабатывает та же студия, что и первую часть. Сюжетный сиквел стартует сразу после финала. Война за сердце королевства окончена, но на северных рубежах еще неспокойно. Юному королю Орло предстоит отправиться в северные пустоши. На сей раз нам противостоит армия летучих мышей и сов. К моей неописуемой радости игровой процесс практически не изменился. У нас в начале будет стартовое поселение, а плод стражей пустоши. Как и в первой части мы будем совершать вылазки, в которых будем добывать ресурсы. Ресурсы пойдут на ремонт нашего поселения. Постройка кузни и ее совершенствование откроет доступ к новым доспехам и оружиям. Постройка кухни даст вам возможность готовить блюда, дающие вам бонусы. Охотник же будет вас снабжать ловушками, которые можно использовать против врагов. Охотник также откроет возможность охотиться. Среди дичи будут как обычные звери, так и легендарные. Легендарных зверей будет 15. Их нужно будет выследить и убить. Миссии это будут необязательные, но за убийство таких зверей будет выдаваться особая награда. И особые игровые достижения. Появится новое здание, казармы, в которых мы будем держать гарнизон солдат. По неподтвержденным данным, численность гарнизона будет влиять на доступность регионов. Количество доступных доспехов и оружия, если и увеличится, то едва ли что-то радикально поменяется. Так что самая интересная боевая система останется такой же сложной. Что же изменится во второй части? Подход к прохождению. Первая часть была метроидвании, и локации игроку открывались постепенно. Например, мы проходили первый уровень, находили ключ от склепа и возвращались в замок, открывая эту локацию, что была недоступна. Теперь же в игре полуоткрытый мир. Хотя, честно говоря, как это можно реализовать в игре с псевдо 3D графикой не представляю. Видимо, хочешь иди вправо, или хочешь иди влево. Из шести доступных регионов мы, похоже, сможем отправиться в любой на свой выбор. Регионы будут гораздо больше, чем были в первой части. Также вырастет и количество второстепенных персонажей, а значит и количество побочных заданий с наградами увеличится. Часть персонажей будут только хныкать и жаловаться на тяжелую жизнь. А некоторые смельчаки будут на определенных отрезках уровня сопровождать героя, помогая сражаться. Исходя из перечисленных фактов, нас ждет очень интересное продолжение. Не хуже оригинала. Игра должна выйти уже в этом году. Может быть, издатель решит запретить продажи в России. Потому что на данный момент официально первая часть в России не продается. Страница второй части в Steam пока открывается. И это, пожалуй, все, что хотелось рассказать об игре на данный момент. Всем спасибо за просмотр. Прожимайте лайк под видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новости об этой игре. Все ссылки на стримы и группы в описании под видео. Пока-пока и не бомби по путью к кому. Пока-пока.